привет всем смотрящим мы продолжаем играть за его легенда дрейфующей системе прошлом видео мы решили что 5 очков славы нам мало и добавили до 10 чтобы показать больше нюансов чтобы уж точном в партии охватить все появляющиеся нюансы игры и когда я обратил внимание на свою свой трек славы увидел ошибку когда мы проходим через фиолетовые клетки славы мы должны брать карты титула с 1 кто пересекает такую клеточку выкладывает карточку титула из соответствующей деки чтобы все могли увидеть и возможно получить и так мы это сделаем задним числом синий игрок преодолел ее берем первую карту титула и нам выпадает бунтарь чтобы это заработать этот титул станет первым кто уничтожил корабль патрульного получив этот титул ты сможешь делать так что полиция не может выбирать тебя целью в качестве до конца игры неплохо и два очка славы за в исполнении этого титула титул и сложное задание их за игру можно максимум получить 6 так что из такой большой деке не все и выходит даже за максимальные груды 20 очков славы и так мы кладем его на видное место и каждый кто захочет поможет исполнить и получить этот титул уничтожить патрульного не имея оружие у нас пока ни у кого нет оружия так что это цель сильно отдаленная и мы тогда продолжаем у нас синий игрок получил 5 5 очков славы вот так как мы увеличили наш продолжительность 10 мы продолжаем играть у него еще остались неразряженные двигатели поэтому он может продолжить и чем он займется у него даже нет энергии чтобы просканировать сектор он может в принципе скакнуть ну пробуем почему нет раз ему так везет делаем разряд энергии вот разряд двигателя 4 и мы сходим вот сюда раз и остается три единицы движения что нам выпадает с местом тут можем могут быть затруднения но ничего страшно нам нужно стрелочка и у нас у кто-то этот горящего коня искал не помню кто но кто-то точно искал и так делаем суда и мы оказываемся безопасном космосе еще суда и у нас еще три единицы движения можно конечно забрать раз два три как раз до этого но будет опасность потерять всю энергию а давайте рискнем раз два три и мы тратим сейчас вернее кидаем кубик на преодоление туманности и надеемся что у нас будет больше 10 у нас 4 мы должны потерять 4 единицы энергии а у нас ее 0 и по правилам игры мы теряем заряды тогда 1 2 у нас еще три единицы энергии две единицы мира не разряженные то есть мы остановимся застрявшими застрявшие означает что я не могу возобновить у меня нет энергии чтобы возобновить свои заряды у меня ни одного заряда то есть в следующем ходу я смогу воспользоваться только импульсом и это не очень хорошо кстати здесь есть возможность заработать очко славы если ты поможешь застрявшему кораблю если допустим кто-то из других игроков подлетит и даст мне энергии чтобы вывести состояние заставшего то он получит единицу славы и я не могу отказаться от этой так скажем помощи но тут не знаю кто то будет этим заниматься нет они все далеко и вряд ли они особо любят синего игрока так как он сильно впереди и так мы застряли но жетончик взяли надеюсь там что-то стоящее ему везет просто еще одно очко славы и 6 и берем еще один титул путешественник чтобы заработать этот титул стань первым кто за один ход пройдет последовательно тигрис ворота экспедиор дельтус и снова тигрис тигрис у нас есть еще какие нужны экспедиор и дельтус есть экспедиор есть дельтус то есть на карте все есть три этих этих ворота и нужно за один ход их все посетить чтобы получить 2 2 очка славы ну-ка оставим его и посмотрим когда будем играть за следующие игрока посмотрим насколько это реально выполнить итак на этом у нас ход игрока заканчивается и ходит игра синего игрока заканчивается и ходит торговец он раз доходит до села и получает свою первую монетку карточку и ходит красный игрок красному игроку он у нас где он у нас вообще находится уж потерял а красный игрок у нас болотная крыса и он у нас незаконный корабль у него есть миссия украсть что-то у желтого желтый у нас можно к нему кстати подлететь он пока не и скакнул в ворота он в принципе близко или взять жетончик прин столько вариантов взять жетончик просканировать или выполнить миссию и тем более появился а вот ему нужен был горящий конь то есть ему доставка крадена в горящий конь вот сюда в принципе да это это гарантированное очко славы может быть еще и денежки так ладненько мы рискнем все-таки забрать тот вопросик потому что астероиды а у нас есть защита если что то есть мы разряжаем двигатель попробуем успеть везде и кидать кубик на 6 так 5 отлично 1 единица движения то что же такое раз и кидаем на обломки астероиды у нас действуют вот следующим образом вот они астероиды они прерывают видеть линию видимости при этом на 110 дают урон 1120 спокойно пролетаем надеюсь нас не подшибет давайте это же кинем здесь сколько 13 обошлось у нас еще четыре единицы движения и раз два три не можем мы вставать там где есть другой корабль поэтому так хорошо и у нас надо сейчас прилететь к желтому игроку чтобы активировать миссию мы тратим импульс 3 и делаем 1 2 3 мы встаем вот наша миссия игрок слева как раз желтый игрок находясь на соседней клетке попытайтесь украсть данные бросьте d20 надеюсь что мы сможем что-то взять и так 12 отлично так на 12 у нас ну кое-что удалось украсть хорошо мы кладем три монеты за кражу то есть что только украли и надо нам надо доставить это горящий конь чтобы заработать эти денежки получить очку славы горять горящий конь у нас вот здесь бурнинг хорс в принципе за один ход не долетим наверное ему с таким двигателем брать все вот за тот титул путешественник даже не стоит потому что нереально нужно сначала апгрейдить двигатель поэтому мы попробуем выполнить пока миссию так активно у нас миссия есть поэтому не можем взять еще одну и просто разряжаем двигатель 6 раз два три четыре пять шесть так далековато еще да один у нас есть разряд ну наверное не успеем они успеем один зато отдалились на два сектора от патрульного чтобы у нас не преследовал по моему преследует лишающий корабль преступника на расстоянии одного сектора да то есть он нас не видит на таком расстоянии и сейчас ходит как раз патрульный и он по-прежнему не ходит так как нету ни до 2 законной планеты не преступника в радиусе доступного этот у нас радиусе 2 и этот радиусе 2 так все мы не можем ничего больше сделать разряжаем раз два три заряжаем точнее наши заряды перезаряжаем импульс и передаем ход ну там игроку а желтый у нас занимается как раз доставкой астероида для профессора даровин и он тратит кстати и тогда не разрядил раз два три и он тратит заряд двигателя 8 переходит через ворота 1 и пол на полном ходу идет в даровин раз два три 4 5 шесть семь восемь разъезжаем еще один двигатель пути что-то вообще можно сделать интересного миссии взять нельзя ничего нельзя ну хорошо шесть раз два три 4 5 шесть так шесть кубики здесь не продаж у меня голубые вернее у меня плазма в наличии здесь по покупают только кибернетику но мы дошли до планеты и 6 еще мы используем импульс чтобы дойти до точки выполнения миссии два так и мы можем выполнить закончить эту миссию мы довезли образцы из сектора профессору заработали денежку выполнили миссию получили единицу славы желтенькому первая единица славы да не густо по сравнению синим и а сейчас у него еще есть один заряд но он возьмет миссии раз пока находится на точке почему бы не взять следующий правильно так у него есть две незаконные 1 законная исследование пельмонт и тяжелое облако тяжелое облик облака есть перемонт ремонта нету на карте у нас такая уже космос большой что нужно приподнимается чтобы его весь показать так вор и убийца чтобы попробовать взять весь миссию вора второй игрок слева кстати как раз тот который украл в прошлый раз у него какие-то данные а давайте это и возьмем отомстим возьмем миссию вор это второй игрок слева то есть вот мы здесь это означает что вот раз два это у нас красный игрок болотная крыса болотной крысы нужно украсть какие-то данные попробуем вернуть что называется и отвести в тк 421 прикольно прямо все в этот сектор рвутся непонятно почему и так это мы пока стоит оставляем еще не активировали и у нас есть еще одна единица движения я вот не помню вот этот вопросе кто-то собирал здесь далеко не помню это надо пересматривать но хорошо у нас есть еще одна единица движения и мы попробуем наверно или остаться и перезарядиться на корабле нет попробуем отсканировать зайти мы туда всегда успеем наверное вдруг планета выпадет хорошо пробуем 5 и 1 2 3 4 5 и сканируем за счет энергии еще один сектор что там нам выпадет нам нужен кружочек с палочкой вот пост ну хотелось конечно что-то другое нам планету где продать голубые кубики где плазму покупают надо найти и вот нам попадаются обломки объединились с этим кстати с этими обломками хорошо так у нас здесь есть какой-то вопросик и есть все на этом точно закончилась и мы перезаряжаем 1 2 3 нас сегодня заряд энергии остался как бы снова тоже не стать застрявшим я планета рядом планеты в принципе рядом так что-то зря мы так сходили надо было оставаться на планете прикупить что-то те же щиты прикупить не знаю в общем ладно будем думать следующий раз и у нас ходит контрабандист контрабандист так пульс 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 питье заряжается и контрабандист у нас вон там он ближайшему хорошему кораблю летит а их вообще нету как то что делать или поблизости ближайший законопослушный корабль то есть вот этот получается но летим к нему ну тут блин получится патрульный тогда тоже над ней избегать или нет ли он его не видит раз два три 4 5 просто получается что он сейчас в радиусе одного сектора от патрульного и патрульный должен быть за ним бежать ну ладно роботы есть роботы так это он сходил и у нас ходит снова наш нумератор везунчик он у нас застрявший то есть у него нету ни энергии у него есть только импульс ну что делать надо идти на ближайшую планету как ее это вообще как бы это кстати идет сюда там и по правилам не должно быть на корабле между ходами этих индикаторов разряда то есть если нету заряда то они должны быть не заряжены но на соответствующем поле нас вообще как бы не очень ситуация и я не могу использовать и форсаж потому что энергии нет то есть только есть импульс который перезаряжается в любом случае без энергии так мы на 4 куда можем мы можем вслепую туда шагнуть почему нет используем импульс и на 4 двигаемся сюда слепую прыгаем в этот сектор есть ну вот везет ему просто обратите внимание как так вот что одному только и везет в этом и плюс этой игры и минус то есть она больше конечно азартно чем стратегическая так он нашел лунари вторая законная планета сейчас нашему патрульному наконец-то будет между какими планетами патрулировать и на лунаре у нас покупают плазму а у нас плазма есть и у нас осталось сколько четыре единицы движения мы один потратили и так раз два три четыре почти долетели на одном только импульсе до ближайшей планеты при том там где можно разбогатеть и сейчас мы конечно очень обгадимся но хорошо а так на этом уход у него закончен потому что ничего не может больше сделать но на самом деле он с одним импульсом сделал больше чем другие со всем оборудованием и ходит наш торговец он ходит на 8 до ближайшей план планеты по маршруту сейчас он находится на планете дуравин после дуравина он должен лететь на азур так азура у нас нема значит летим на кемплар а кемплар у нас вон там далековато но ничего 1 3 4 5 6 7 8 есть ходили следующий ходит красный игрок и он у нас на пути к выполнению своей миссии своровал и тащит ну будем делать и наверное где-то ему надо залететь и поменять оборудование двигатель мягко говоря так себе так 5 отлично куда ему надо в горящий конь 1 2 3 4 5 входим в туманность и кидаем туманность 20 ого когда выпадает 20 в любой момент в любой момент игры если выпадает 21 раз заход это приносит единицу славы как удача то есть у нас красный игрок заработал единицу славы на броске первый раз кстати за всю партию не так уж часто значит она выпадает плюс 20 к означает что мы к разумеется не теряем никакой энергии и мы идем дальше чтобы нам сдать миссию нам надо три единицы движения мы тратим импульс и 1 2 3 и ура доставка краденого мы доставили и все заработали денежек и получили единицу кстати за незаконные миссии ты становишься незаконным и получаешь награду за голову только если ты обнаружен то есть при броске 1 и 5 мы тогда выкнули побольше вроде но так или иначе у нас еще одна единица славы и выполнена миссия так это у нас красный игрок и 3 отлично возьмем еще миссий разумеется возьмем почему нет с два три и у нас тоже жить так есть контрабандисты охотник за головами охотник за головами это кого-то прибить любого преступника я сам преступник в данном случае поэтому попробуем заняться контрабандой первая контрабанда это отвести с ворота дельтуса до лунари ворота дельтус у нас вот здесь а лунари у нас вот только что появилась близко а вторая из вихре 86 это его видел вот он вихрь 86 до азура до азура азура азур азур у нас азур еще не открыт ну возьмем то что есть возьмем контрабанду и проведем ее из дельтусов до лунари 5 перейти в дельтус но ничего страшно будет цель куда-то слетать так и сразу же займем 7 или попробуем попробуем где-то починиться я даже не знаю наверное патра у меня энергии то всего один мне нужно по идее на планету какую-то лететь и подзаряжаться так 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 как оптимально как оптимально сходить за болотную крысу чтобы побольше набрать черт вообще не знаю ну ладно 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 а полетели к мы далековато и опасно так я даже не знаю тут а кстати я сюда ведь не положил уже жетончик в общем я даже не знаю что делать за нашего игрока наверное он отсканирует сектор хотя тут уже некуда но ладно мы разряжаем еще одну один двигатель кидаем два и вслепую прыгаем сюда красная щели палочка спала так ничего страшного в прыжке не произошло везет и у нас еще один на единице движения пойдем ка сюда и давайте из расковать да крисковать разряжем еще один и может быть там что-то хорошее попадет пойдем он до жетончика 5 раз два еще три единицы движения и берем жетон и это у нас что астероиды есть единица славы красный догоняет и у нас еще есть три единицы движения и мы а за астероиды бросить чуть не забыл 18 ничего не происходит мы молодцы и мы за одну единицу движения еще делаем прыжок суда остается две единицы движения открываем сектор еще один предпоследний кстати осталось только два сектора в космосе не исследованных есть последняя планета азур как девчата шутили в нашем предыдущем летсплее где я пытался вовлечь свою игровую ячейку в эту игру они как только увидели эту планету закричали ура пойдемте играть в азу вместо азура но нет ушки надо играть вас за ю никаких азулов так сюда и у нас не очень хорошо получается мы откуда прыгнули отсюда и мы прыгаем через попали первый раз неудачно попали при слепом скане при слепом прыжке мы попали на планету но так как пересекли границу планетарный щит то напомню что с нами происходит планетарный щит бросок от 1 до 10 нет движения и только удары 11 17 проходим мы получаем награду за голову и только на 18 20 проходим без последствий из нам нужно 18 20 ну давай ты же у нас принципе уже и так незаконный так что лишь бы удара не было и 99 повреждений и мы не проходим кстати столкнулись со щитом нас оттолкнула и мы еще получили 9 повреждений и у нас остался один заряд который мы активируем на щиты активируем щиты на 6 надеемся что сейчас выпадет 6 2 щиты сработали только на 2 то есть они поглотили два удара и нам приходит 7 ударов 7 повреждений но принципе же вы остались благодаря щитам 7 повреждений раз два три 4 5 6 и 7 на ставим на щиты если оборудование повреждено донам может продолжать работать но с за вычетом количество повреждений например если я еще раз задействую щиты у меня выпадет допустим 3 то я вы что один будет только два так как он поврежденный работает хуже но мы разве успели разместить то есть выжили единственное что сейчас у меня есть только одна энергия чтобы что-то возобновить и мы а 2 мы возобновим двигатели раз-два то есть это будет активная а эти две к сожалению не хватило энергии зарядить но импульс еще ничего мы на планету залетим а мы кстати на эту планету не можем а она нейтрально то есть на нейтральную незаконный корабль может проникать ничего страшно и там починимся так хорошо на этом ход закончился сейчас ходит патрульный патрульный видит пирата и ломанется сейчас за ним он у нас ходит на на 6 клеток по направлению к цели и он может стрелять ракетой до 8 на расстояние 2 из 6 бластеры здесь работают только тогда когда корабль вплотную а ракеты наоборот они вплотную не работают они работают на расстоянии 26 сейчас мы что делаем мы этим по направлению к цели и кстати он в видимости то есть он даже уже может и не лететь раз два три четыре но пролетим чтобы было гарантированно видимость потому что границы туманности не нарушают видимость то есть вот я сесть подсказка перечеркнуто это то что нарушает границу видимости а галочка то что нет туманность не нарушает то есть мы сможем стрелять сквозь туманность но на всякий случай патрульный вышел на прямое и долбанул его ракетой на 8 период 7 7 получает повреждений наш пират контрабандист у него защита а у него и щиты на d6 так что ему надо защититься 6 всего одно повреждением получает чтобы его убить надо ему 10 урона так хорошо кстати я забыл что у него награда за голову по умолчанию 2 награда стартует с двумя тысячами кредитов на этой карте если убивает законопослушный корабль положите еще одну тысячу щиты у него надо 6 она все правильно то есть он получил одно повреждение от патрульного так отличный ход переходит к нашему желтому игроку который практически разряжен тоже по энергии и голубые плазмы можно продавать в лунаре который появился а у него есть что продать где он сам находится он находится у нас черт и где другом конце комната космоса и до лунаре лететь ему через далеко общем поэтому ему нужно так как он настоящему нужно по пути какие-то исполнить миссии у него есть миссия невыполненная вор своровать надо у крысы она тоже далеко и что еще может он сделать он законный может зайти на даровин купить зеленых кубиков на фига так как ему быстро переместиться а знаете что он сделать он попробует удачу не сел не сильно удачливый но тем не менее возьмем разрядим заряд двигателя 8 и мы попробуем через ворота сломанные раз два три четыре пять пять у нас еще три единицы движения останется так где было раз два три четыре пять передвигаемся кидаем 20 кубик чтобы узнать куда нас занесет может ужас и занесет прямо в азур или куда он там а в лунаре ему надо так а лунаре у нас 6 короче 17 так 17 смотрим точку возрождения с ближайшей цифры есть 18 18 если 16 есть 17 есть 17 его вынесло суда мы все равно поближе цели и он может сейчас за оставшиеся три единицы движения приблизиться к своей цели на лунаре раз два три о неплохой принципе ход и мы разряжаем еще один двигатель и вперед 6 так точно нам на лунаре надо да у нас плазма шесть раз два три 4 5 шесть раз два три 4 так мы разряжаем получается один на единицы разряжаем еще одну пульсар у нас 3 плюс 4 и 1 2 3 4 можно так я думаю думаю что можно единицу движения добавили к импульсу принципе могли сначала импульс потом двигаться нормально так сейчас мы здесь находимся и мы можем продать наконец-то эти четыре кубика за 4 кредита за 4000 кредитов и это отлично мы берем пятерочку задача у нас 7000 кредит это можно купить еще корабль и за продажу всего груза а мы избавились от всего груза нам достается единичка славы хороший торговец так что мы можем еще сделать можем купить кибер кубики и продать их дороги но это опять же далековато пока лететь другие наберут гораздо больше славы так что мы можем еще сделать мы можем миссия как у нас миссия у нас а кстати где у нас болотная крыса а совсем рядышком правда через щиты не совсем рядышком но реально до нее добраться и попробовать выполнить миссию вор мы хотим стащить данные обратно у вора который у нас супер так но пока мы сделаем более реальная то есть мы сходим и возьмем вот этот жетончик раздвижаем еще один двигатель и кидаем выпало 7 1 6 движения остается ну так ну ладно еще 6 единиц движения 1 2 3 и наверное на этом закончим и перейдем бизнес фазу что мы можем скупить бизнес фазе с одной стороны мы можем купить корабль у нас останется тогда две этих монеты или лучше оборудовать и этот купить еще кубиков сложный 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 вопрос а давайте сделаем так у нас есть место на на 6 то есть за три за три монеты две сдачи за две монеты я куплю 6 кубиков 6 кубиков кибера это у нас фиолетовые 5 6 и размещая их в грузовой отсек так это мы сделали торговать я вообще-то думал что этот будет заниматься торговля на видите как игра совершенно непланируемая и дальше мы заряжаем на планете всю энергию возобновляем все импульсы и что еще можно сделать на все в принципе попробуем сейчас с этими кубиками ломануться в даровин их продать их там и там уже точно купить себе новые корабли его оборудовать как следует уже под следующую задачу так желтый получил за продажу славу получил больше ничего сделать не может на этом ход его заканчивается и ходит контрабандист контрабандист у нас движется никогда не атакует полицию поэтому он ему мстить не может если так он выбирает целью последнего на атаковавшего никто не атаковал вернее полиция атаковал но он его не атакует поэтому цель и следующая ближайший законопослушный корабль ближайший законопослушный корабль к нашему контрабандисту это наш нумератор и поэтому мы идем к нему раз два три четыре и бабах так у него лазер на на d8 бластер вине бастер на d8 и мы сейчас шпуляем нашего нумератора сильно везучего может ему сейчас 8 не повезло 8 урона но у него есть щиты он активирует оба кидает 2 6 чтобы поглотить этот удар и так 6 не везунчик он конечно осталось два урона один но один урон все-таки на него прошел так и он кстати не может ай-яй-яй подождите он же не может воспользоваться это у него заряды разряжен они уже энергии нету он не может воспользоваться с щитами и все восемь получается он не везунчик в данном случае все 8 приходится по корме у него уже один урон есть то есть то есть ой-ой-ой 8 урона и него почти убил этот пират 8 урона где же его столько разместить 8 1 2 3 4 5 6 7 и 8 1 кубик выбивается когда урон попадает на грузовой отсек с кубиком кубик под падает то место космоса где он и выбит то есть вот сейчас этот кубик выпадает сюда и он здесь остается пока его кто-то не подберет ого дальше после того как пират атаковал он убегает на 8 клеток по по направлению к лоту 1 2 3 4 5 ну 678 прибежал к лоту все мы сделали да конечно становится все интересней так в принципе этот кубик он может подобрать но у него некуда его обратно то что надо ему починиться срочно и контрабандист свой ход закончил и ход как раз переходит к нашему нумератору многострадальному ему у него есть только импульс и куча денег что очень неплохо и сейчас мы опять завершим очередное видео на следующем ходу он с помощью импульса зайдет в лунаре как раз правильно может зайти починиться и купить себе корабль потому что у него куча денег и тогда он отомстит всем спасибо что посмотрели переходите на следующее видео чтобы узнать приключения вселенной за и пока